Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создал DimaTorzok Субтитры создавал 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 DimaTorzok 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 Все вы, моя пища и мой, внутренний ужас быть отраженным, только в этих стеклянных глазах, в этом тумане, где бродят мертвые, вот цена, которую я плачу за свою пищу. И еще одно стихотворение называется «Придчасоваряк». Одно слово отсылает к другому слову, одно значение к другому значению, значение простирается подобно светлым волосам дамы на берегу, которые касаются кораблей и моря. И слово, чтобы не умереть в другом слове, становится пеплом. Человек умирает, мой брат, мое подобие, которое отсылает к другому подобию, поскольку категория человека универсальна и простирается подобно, волосам дотягиваясь до самых звезд. А на могильные плиты светит луна, и собака лает, когда человек умирает. Спросите собаку, что есть безумие, и она пролает три раза. Но вернемся к проблеме смысла. Он, согласно Дау, ускользает из речи, следовательно, значение не фигура речи. Единственное означающее – это смерть, которая, говоря языком структурализма, есть важнейшая речевая фигура, поскольку является Словом Божьим. Пелекан плюет мой рот, и рыба жаждет в моих руках. Согласно словарю, жаждать – испытывать жажду, подобно собаке, которая лает. Я вспоминаю, как однажды Антонио назвал меня Хамфри Богартом, человеком в пустом плаще, как он написал в одном из стихотворений в книге, посвященной его возлюбленной Ольге, чьи волосы простираются по бумаге. Это был Леопольда Мария Панера. Спасибо. Теперь, с вашего позволения, я прочитаю еще пару своих текстов. Спасибо. Спасибо, Карл. Спасибо. Продавцам ювелирной ларки, приснившейся тебе только что, не суждено продать ни одной точенной божьей коровки, ни одной засахаренной стрекозы. Ты рассматриваешь их товары, щупаешь, пробуешь на запах и вкус, но никогда ничего не покупаешь. Это сон. Ты исчезаешь в следующем кадре, за очередным поворотом сюжета, рожденного твоим затремавшим разумом. Наутро просыпаешься. В прозрачную комнату ворвался весенний ветер. Засушенные крылья стрекоз, как лепестки циколия, легко ложатся вокруг тебя. Влажный воздух у весны прокрадывается в наши слова, прокладывает среди них теплые тропы. Встретимся в феврале не ледяной лихорадкой, не ломкими морозами, но тонкими линиями, едва заметными, как застывшие золотеющие лучи тепла и света, способные растопить снега. Прозрачные ручейки. И правда, все кругом черное и прозрачное. Нет белого, цепенящего, обудывающего. Только собирающий все лучи в себя, черный. Собирающий и отдающий тепло, слово. Спасибо. Аплодисменты. Аплодисменты.